Так, добрый вечер. Привет всем. Здравствуйте. У нас очередной обзор варкапа. На этот раз у нас варкап номер 149. Карта Runtop. Маппер. Ник. И эта карта проходила с 25 сентября по 1 октября 2016 года на сайте defrag.ru. Начнём традиционно с того, с того, что мы по ней пробежимся. Посмотрим, что она себе представляет. Посмотрим дизайн. Посмотрим всякие классные штучки. Но вначале у нас обычные пады. Обычные пады, арка. Дизайн пока не мешает. Имеется интересный выступ. Это, скорее всего, был по 2-ку-3. Насколько я понимаю. В принципе, в цп, я думаю, если развивать скорость, можно было на него. Дальше мы подбираем бфг, жёлтый армор. У нас два патрона. Соответственно, нам ой. Ой. Я думал, там можно с одной залететь. Поднимаемся на следующий этаж. Здесь уже лежит апельсинка и плазма. Естественно, нам нужно плазмить вверх. Здесь подбираем ракету мега-хеллс, красный армор. Соответственно, следующий. Преодолеваем препятствия и видим то, что нам нужно забираться наверх. Сделав вот так. Я уже вижу прям много-много вариаций пути. Да? Как можно пройти на... Ну, мы пока... Пока что мы проходим в таком лайтовом режиме. Попадаем в следующую комнату. Здесь, опять же, платформы. Попадаем в такую интересную комнату. Естественно, дорожку изначально я уже знаю, но вам так покажу, потому что здесь можно пойти налево. Можно пойти направо. Можно забраться, в принципе, и просто вот так вот. И проблема в том, что вот там вы при выходе из ТП или до выхода из него отобрали отобрали все оружие. Соответственно, ракет, который у нас раньше был, его нету. То есть у нас из оружия только плазма. Нам нужно добраться вот туда. Там вот ракетка лежит. Ну... Как это сделать? Есть несколько способов. Есть... Ой. А, ну да. При выходе из телепорта. А... А где платформ? А, вот. Еще патрончик. Нет. Очень не важно. Есть несколько способов хорошенько распрыгаться и дабл джумпом от этой вот штучки долететь туда просто стрейфом, не заворачивая налево. Но так как мы проходим медленно, у меня нету сейчас настроения на это делать. Поэтому, как бомжи, доплазмим до ракета. У нас появляется ракета. Мы возвращаемся сюда, уже взяв ракету. Ой. Недалек. Забираемся сюда. Естественно, это надо будет делать все на скорости. Соответственно, дорожечка будет у нас вот такая, стрейфом до рокета. Рокет взяли. И отсюда, по стеночке, прям сюда, не касаясь ни одного вот этого пада. Потому что это медленно. Падаем в следующую. Так скажем, локацию это назвать нельзя. Просто пересекаем чекпоинт. Опять же, у нас здесь преодоление небольшое. Расстояние. Следующий телепорт. А вот здесь вот самые... Была самая дичь. Давай, Будде рассказывает, что тут было вообще за идея. Попадаем в комнату. Не знаем, куда идти. Можно идти вверх, можно идти прямо. Но прямо у нас лежит что там? Мега хелс и патрон для плазмы, да? Да. Патроны для плазмы. Соответственно, оружия у нас никакого, потому что на все отобралось. Здесь лежат только патрончики. Значит, залетай наверх, значит, по наклонной. Естественно, нужно подстрейфиться, чтобы это сделать. Отлично. Здесь мы нашли рокеты. Какие у нас варианты? Можно здесь налево-наверх. Видим? Нет, сначала мы видим батл сьюет. Мы же дебилы. Ну да. Батл сьюет на 10 патрон получается. То есть, здесь вообще красный лежит. С той стороны у нас лежит ничего у нас не лежит. Соответственно, а как так? Красный есть, а там красного нету. А здесь вообще рокет с мигой и здесь рокет с мигой. Недоработочка, кажется, да? Нет, там тоже есть. Дальше есть... Да нету там его. Смотри. Красный, желтый, желтый, красный. Где? В общем, ладно, недоработочка маппера. Есть платформа сверху, там платформа с желтым и там что-то я не вижу. БФГА. Вот теперь приехали. Так. Теперь вообще приехали, потому что нужно придумать здесь дорожку. Здесь есть... Сейчас я вам покажу. Здесь есть три типа оружия. Есть рокет, есть БФГА, есть плазма, есть патроны для БФГИ. То есть, нужно придумать, как здесь пройти быстро. Максимально быстро. Но пули нет у красного, прикинь. Просто его не положил. Ладно. Значит. Давай теперь рассказывай, Вуди, ты играл эту карту, поэтому у тебя какие были идеи. Вот еще раз с телепорта. Прям... Короче, представьте, что у нас нихрена нет. У нас вот пила есть. Запилю кого-нибудь. Рассказывай. Как ты выяснил, как ты действовал? Первый вариант был подняться к рокету. Давай, делай. Делай. Делай грязь. Ай. Послушай, она не джумповая, что ли? Нет, нет, она сликовая. Ну, как бы сликовая. Рокет. Так. И делаем стрейфы прямо в ту сторону. Да-да-да. И залетаем сразу наверх с двух рокетов. Вон туда? Да. Ну, типа залетаем. Так. Берем берем ВФГУ. Здесь патроны, по-моему, да-да. ВФГ у нас нету. Мы взяли только рокет. А, и плазму. Да-да-да, мы добавляем, получается, себе... Так, вернись к стенке. К левой, Нет. Короче, я, я с самого начала. Так. На рокета мы летим, я выяснил. Вот я у рокета. Дальше. Поднимаемся на самый верх. На какой? На вот этот верх? Нет, на протон. Да. БФГУ с этим роутом БФГА не юзается. Ага. У нас есть дырка. Да, можно по дырке, но по дырке перелетается. Поэтому, как вариант, вернись туда еще раз. Уэу. Да. Сейчас, я почти дошел. Я здесь. Поэтому, как вариант, мы делаем от стены ГБ сразу на дальний патт. А, какой? Рокетом? Рокетом, рокетом делаем от стены ГБ сразу туда. Вот туда. Булетом плазмы, да. И начинаем дальше плазмить. Ну, типа, сделал. Почти. Типа, да. Сейчас. Я-то эту карту не играл. Ну, тут можно обычной от стены сделать. Да, вот такой. Ой. В общем, понятно. И плазмить туда. Типа, долетаешь, но у тебя сколько остается? У тебя не остается ракета, потому что дается три. Правильно? Мы используем раз, и с плазмой нужно сразу там выравнивать угол и сразу попадать наверх. То есть уже не зацеплять нижние этими. То есть получается просто вот так вот? Да. Ясно. Понятно. Второй роуд. Опять к рокету, правильно? Да. Идем к рокету, поднимаемся наверх. Здесь. В БФГ. Да, да, да. Берем БФГ. Вообще надо по-хорошему. Так, БФГ есть. 20 патрон. Прыгаем на желтый. На который? Вот этот? Или вот этот? На верхний. Прыгаем на верхний желтый, да. И смотрим, значит, вниз на последний пат, на который сзади, который по пути к финишу. Вот он. Видим оп. Видим? Сейчас подождим. Да, есть оп. Есть оп. Так. Мне пришлось просто включить полоски. Так. Ловим этот... Так, а рокет, посмотри, сколько у тебя? Один рокет. Так, отлично. Значит, мы делаем как? У тебя дается там... 20... Один выстрел плазмы. Ой. Один выстрел... Нет, ой, один выстрел бфги тебе дается. Я пытаюсь вспомнить, как у меня включается бфга на Т, господи, все. У тебя... Ты якобы не брал патроны для бфги. Да, да, да. У тебя сзади лежали у тебя... Один бфга. Один... Один бфга. Один рокет, один бфга и плазма. А, нет, у меня нету плазмы. В этом случае мы плазму не трогаем. Мы делаем следующее. Так как после рокета кулдаун слишком большой, задержка после выстрела. Бфга. И стараемся, естественно, долететь сразу наверх. В общем, туда. Но потом подробнее эту комнату распишу. Я думал, стоит показать ее до конца. Вообще. У нас типа бфга, допустим, с этим роботом. И вот концовочка. Да? Да. Теперь давай попасть в эту комнату поподробнее. Я перемещаюсь в спектаторы, а ты у нас перемещаешься в игровую площадку. В джеймеры. Джеймеры. Ну, естественно, сейчас покажут как минимум начало. Более-менее адекватно. То, что мы проходили как инвалиды. Ну так, чисто пропрыгивать, да, особо это. И не заморачиваться. Здесь с одним патроном остается один патрон. Потому что там была такая штучка, в которую надо было стукнуться. Вот такая. Прыгнуть. Что добавило немножко высоты. И поэтому с одного патрона, когда я просто запускал. И меня не долетало. А вот с выпрыгом, точнее с двойным прыжком, уже все получается. Следующий как быстрее. Да. Есть вариант делать, пролетать сюда на скорости и делать даблджамп. Понятно, что без остановок. То есть мы делаем даблджамп, стреляем рокетом и поднимаемся наверх. Сразу. Ага. А есть вариант с 2х. Он уже немного потехничнее, посложнее. Но гораздо быстрее. Собственно, поэтому его стоит выдрачивать. Ну, надо скорости. Ладно, пройдем так. Ну да. Я тоже так подумал. Давай покажи по-нормальному. Как проходится просто через даблджамп. Что ты творишь? Ну, что-то типа того, в общем-то. Так и выходит. Далее. Делаем, как ты говорил, экстенд. Даблджамп. Но. Тут есть, опять же, вариативность. Мы можем сделать даблджамп вот тут. Что нам очень много даст. Срежешь один прыжок. Даже побольше, там, около 600 может. А, ну полтора прыжка, потому что ты берешь лево один. То есть для того, чтобы траекторию рассчитать, когда ты проходишь левее немножко. Через... Но есть один минус. Там куча вот этих вот столбиков, в которые ты все время врезаешься. И подгадать не всегда получается. И есть еще один минус. Тут. Спейсинг очень тяжелый. К нему надо привыкать. То есть надо делать... Средний теледжамп. Да, здесь просто платформа расставлена так, что здесь же еще играли ребята в ВК-3. То есть здесь полу-ВК-3, полу-ЦПМ. И в СПМе на стрейф выкладываться здесь нету возможности. Вот. Это мы быстрый. Ну... Да. Дальше мы делаем как? Как мы делаем? Как ты делаешь? Мы не так делаем. Ты забыл что ли уже? Да. Ну, давно не играют. Мы значит взяли его. Прыкаем. Стреляем. Наверное, один раз. Не-не-не. Мне кажется, надо было приземляться на ту арку. Которая там стоит. Вот. Да-да-да. Вот. Надо. Делаем. Вот так вот. Наверное. Нет. Подожди, что-то. Да-да-да. Дядь, ты делаешь... Ты летишь к этой ракете, делаешь буст от стены, которая 90 к тебе. И еще рокетом добавляешь все высоты. Разве нет? Нет. Тогда не хватает по спейсингу-то. Там... Да. Там перелетаешь. Там, скорее всего, обычный выстрел. Минимальный какой-то. Просто для придания начальной скорости. Дали рокет. Может быть. Стреля... Ну, давай-давай. Жан-тай. Ну, ладно, вовсе. Короче, мне дэвай завести тогда. Думаю, дэв, как просто файму. Мне кажется, сразу надо прямо на стены так подталкиваться. Все, я, кажется, вспомнил. То есть мы... Вот так вот мы делаем. Попадаем на арку. Далее летим уже сюда. Ага. Здесь мы, естественно, благодаря тем рокетам пролетаем на на скорости. И самое интересное, как. И у нас комната. То есть это получается, ровно то, что я не сделал. Но, грубо говоря, если скорости побольше сохранить, тогда ты взлетаешь наверх. Ну, там, здесь очень важный момент. Собом. То есть... Ну, я так сделаю. Надо его максимально четко поймать, чтобы был максимально четкий эффект. Понятно. Потому что без этого ты... Чтобы скорости больше дало. Да. Потому что без этого ты... Не долетишь. Ну, никак. Тебе просто... Ну, скорости просто не хватает. Вот нормально... Видно, что нормально. У тебя высоты, но нету просто скорости. Но это для этого надо овербаунс хорошо строить. Это уже намного такой... Технический момент. Во-во-во-во. Почти, почти, почти. Ну... Это самый быстрый был путь или еще был? Да. Это самый быстрый. Люди придумывали какой-то еще рот. Скорее всего мы в демо как его увидим. Но... Я, честно, не видел. Вот. Хорошо. Далее мы берем... Буллеты в Афиги. Подбираем, естественно, Микус красный. И забираемся на верх. Ну, естественно, здесь просто сбуховое. Отличная концовочка. В стиле Ника, любимая. Он все время так делает, да? Да. Ну что, в принципе, есть у тебя что-то еще рассказать про карту? Или мы ее с центром... Мы на ней с центром очень-очень воевали. Я изначально не хотел на нее вообще посылать. Но потом... У меня прокир, по-моему, на нее позвал. Мол, пошли погоняем. Я погонял-погонял. Она как-то зашла, я начал делать рекорд. Подумал, а дай-ка я все-таки пошлю. Потом зашел, enter. Ну ладно, давай я будем вдаваться в подробности. Мы это все на демочках увидим. У тебя, говорю, конкретно по карте есть еще что рассказать? Нет. Нет. Понятно? Конкретно нет. Ну все, давай перемещаемся тогда в демки. Ну тут было очень веселое противостояние. Ну что, демки, значит, в ЭКУ-3 последнее место. Три минуты. Давай кто-то ее стал с таймскейлом. Каким? Раз и полтора. Думаю, два. Два много. Потому что три минуты это... Давай сразу таймскейл два ставь и запускаем на счет три. Давай. Давай. Раз, два, три. Поехали смотреть. Ну забавно выглядит ВКУ-3. С таймскейлом два. Видимо, у меня просто не все трюки с первого раза получались. Ну ВКУ-3 тут, в принципе, то простенько делается. Проходил он через плазму. Наверное, это все так проходили. А, он скорее всего в этой комнате запоролся. Да. Ну он опять же, скорее всего, если у него ЦПМ есть, демки не обретил внимания. Да, он просто для галочки у него ЦПМ, да-да-да. Просто для галочки прошел и все. Да, в этой комнате у него были проблемы. Скорее всего, это его было... Это так забавно, конечно, выглядит. С таймскейлом два. Да. Для тех, кто не понимает, что здесь происходит, мы просто увеличили скорость прокрутки демки в два раза. Дабы не смотреть три минуты. Да, просто три минуты, лучше посмотреть полтора. А мы просто здесь все... Все. Он там упал, здесь упал. Что же поделать? Он мог бы немножко постараться, на самом деле, получше, чтобы... Ну да. Хотя бы не так много косяков было. А то он тут попрыгал, там попрыгал. Он плазму-то скистил. Да, плазму-то скистил. Да и в конце не допрыгнул. Ладно. Вот это лоу. Выключаем таймскейл два. Это был Вику-3. Сейчас мы посмотрим в нормальном таймскейл один. От человека с ником Dude. Одна минута, а четыре... Так, четыре секунды, это будет чуть побыстрее. Давай на счет три раз, два, три. Вот, тогда уже более-менее нормальная, приемлемая скорость. Кажется, так медленно. Да, так медленно. А там, как бы, ты знаешь, вот, плавайте мне. Да-да-да. Не будем озвучивать. Он веществами сомнительного характера и содержания. Этот чувак уже не делал под себя рокет, как ты делал долго. Он просто забрался по-обычному. Слушай, вот что так медленно-то, мне кажется? У тебя сейчас какая секунда? У меня тридцать четыре. Тридцать пять. У меня тридцать. А, ну понятно. У меня просто демки быстрее загружаются. Слушай, ну это так выглядит медленно, прям, с такой затяжкой. Вот ты, смотри. Здравствуй, ПБ. Здорово. Так, он, короче, проходил, собирая бфгу, пытался сделать оп, у него оп не получился. Собрал патрон для бфги. Оп, не получился. Не знаю, я в такие моменты всегда жмутки. Если что, то не получается. Прошел за четыре минуты, но не так, конечно, все плохо у него. Ладно. Значит, следующий эффект. Пятьдесят девять и шесть. Листаем вниз, там МДФ. Демочки. На счет три давай запускаем. Раз, два, три. Ребята, пап, я пап. Хорошо, все, пап. Оп. От эффекта было очень приятно видеть демку выкутри, особенно на варкапе. Потому что он редко шлет. На самом деле, приятный сюрприз был. Ну, видимо, карта ему понравилась. Да, карта на самом деле классная. Своеобразная. К ней надо привыкать. Очень интересный роут. Да. Довольно интересно. Ну, в УК-3, естественно, отличается дорожка, чем от ЦП, потому что физика позволяет делать... Не позволяет делать некоторые вещи. Он тоже проходил через Буфигра. Только он проходил... Только как самый простой, наверное, получается. Ну и сам выстрелил. Да, может быть, довольный ВУК-3 ты был самый быстрый. Ну, как бы, быстрый ли он на самом деле, мы узнаем дальше по демкам. Угу. Так, следующая демка выкутришная у нас от Гризли. Пятьдесят три и три. Давай на счет три. Раз, два, три. Гризли это уже наш старенький-старенький выкутришник. Мой соклан? Твой соклан, да. Который всегда радовал нас хорошими таймами. Ой, хорошо он рокет этот прошел. Да, Гризли может. Но Гризли... Рокеты... Правда? Получились классные. Хорошо, смотрите. И здесь он тоже через рокет отлично. Хорошо, сейчас ты увидишь. Что он придумал в этой здоровенной комнате, интересно. Как он проходил? А, нет, через БФГ, смотри. И через Овербаланс. О, боги, да. Он выкутришно это сделал. И концовка с БФГ сумасшедшая. О, йо, сё. Но есть еще быстрее демка. Так, еще быстрее у нас Ник. Ник пятьдесят... Два и два. Давай счет три. Раз, два, три. Сам маппер в ВК-3. Посмотрим, на что он способен. Он занял первое место, я так понял. В ВК-3. Я так понимаю, он сделал просто все побыстрее, возможно. Вот, Гризли нагнал по стрейку, это сто процентов. Ага. Ну, кажется, дорожки у них одинаковые. По крайней мере, по ротинках они проходили, это одинаково смотрится. Возможно, да, по стрейфу он его. Да, он прыжок срезал. Он сначала брал плазму. Гризли брал сначала желтый. О-о-о, вот, вот где он его сделал. Да, 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 вот оно. Вот где он сделал. Ник хорош. Тоже проходил, скорее всего, через оп. Возможно, скорость просто была побольше. С оба. Да, скорость хорошая. И БФГ он по-другому прошел. Ну, БФГ, на самом деле, можно было бы и побыстрее сделать. Ну, тут с БФГ, опять же, на вкус и цвет можно разогнать. Просто невероятно. Так, ну что, у нас теперь ЦПМ. Слушай, я предлагаю последнее. Мне, конечно, долга до классный парень, но, блин, опять две минуты, я смотреть что-то не хочу. У него там, ну... Пусть присылает лучше. Побыстрее. Побыстрее. Пусть старается. Давай тогда, значит, у нас девятое место, это Димон. На счет 3 запускаем. Раз, два, три. Пошло ЦПМ, пошло. Так. Не запускал рог, ты не проходил через даблки. Угу. С выпрыгом не удалось с первого раза, но ничего. Проходил через плазму. Видимо, не смог долететь с трейфом. Или, может быть... Как-то не может... Не подумай, но нестабильно... О, ты сейчас это увидишь. Неплохо. Проходил через плазму с запустом рокета, о, боги. На шести хэп. Вот это красава. И концовку с плазмой прошел. И в конце упал. Два раза, господи. Видимо, не стал... Просто хорош. Да, ну, прям классно сделал концовку. Классно. За исключением прям финиша. Я думаю, у него один, там, наверное, два раза получилось. И, как бы, он не стал больше делать. Ну, потому что он реально запорол 5 секунд, наверное, или 6. Просто в конце. Посмотрим, может, наверное, инвалид демо. А потом пойдем на более быстрые. Инвалид на сколько? 1.19 от паба. 1.19. Давай. Посмотрим на инвалида. Давай, за руку. Иначе 3. Раз, два, три. Ох, ты шьё. Через даблджамп. Интересно. Очень забавный зеркал. Да, да, да. Но он сказал, что он играл, это... Всего-то пару недель, что ли. Для пары недель. Это ядерное движение мыши, конечно. Просто ядерное. Я тоже хочу так в циркл джампе. Я думаю, арка бы позавидал. Без обид, естественно. О, боже, да. Я фанат его. Он, знаешь, такую букву В описывает. В значит, вендетта. Теперь папа мой кумир в циркл джампе. Это лучший циркл джамп. Взял, потом для ту, когда проходил. Но он не нашел быстрой дорожки. Но, естественно, опыта у него маловато. И тут не долетело, обидно. Но, главное, патрона. Хватило до конца долететь. Для двух недель он финишировал карту. Это уже неплохо, я считаю. Да, для двух недель это очень даже солидно. И такой циркл, над которым даже можно посмеяться. Да, циркл, конечно, термоядерный. Циркл классный вообще. Чувак, если ты будешь с таким цирклом, под 600 опс, я не знаю, какой-нибудь бомус тебе придумаю по-любому. Ну что, значит, давай уже продвигаться. PTHY. На счет 3. Раз, два, три. PTHY, это у нас занял 8 место. Посмотрим, какой дорожка. О, стрейф-то вначале хорош. Да, стрейф-то вначале. Но он, в принципе, по прошлым демкам, я могу судить, что он хорошо играет. Рокет один лишний остался. Как проходил? А, вот оно в чем дело, почему такой тайм. Да. Не с первого раза получился даблджамп. Но тут даблджамп действительно не очень удобный. Ну да, тут привыкать надо. Привыкать, да и ощущение аэроконтроля нужно хорошее. Ну, разумеется. Да, в принципе, опыта, ну да, первые полгода, наверное, игры, это все только еще строится, и все равно такие моменты бывают сложные. Ох, какой оп поймал. Ты смотри. Ой, хороший. Красава. Зачетно. Вполне. Австралиец. У нас. На счет три. Давай, раз, два, три. Парень с никнеймом Рико Шея из Австралии. Занял он седьмое место. На данном мероприятии. Забавная модель у него. У меня сарж. У меня нет. У меня такое чувство, как будто ему просто лень двигать мышкой. Да-да. Может, пьяный играл. Не знаю. Может, это не стиль. Может, просто, знаешь, двигает вот иногда. Просто, когда, когда уже деваться уже некуда, вот тогда он двинет ей. Это примерно так, как я проходил обзор, ну, вначале эту карту показывал. Да-да. Не, реально было лень двигать мышкой. Проходил он через БФГ, собирал все патроны. О, Господи, Сойер Баунсом. О, неплохой, кстати. Оф, так еще не делали. Да, кстати. Возможно, даже это было и очень быстро. Да, но... Но все равно долго собираешь. Да, долго собираешь патроны. Так, пипец. Напомни, кто это. Это, возможно, Коша. Возможно, Коша из Беларуси. Да. Ну, в общем, пипец из Беларуси. На счет три. Раз, два, три. Запускаем. Он занял шестое место. Не сделал минус прыжок вначале. Прошел. Интересно. Прошел хорошо, да. У него, по-моему, еще БФГ-то осталось. Должна была один патрончик-то. Он нас экономил, но не из-за зол. Ну, там некуда, по идее, использовать его. Можно пихнуть, конечно, куда-нибудь его, но это... Особо без толку там. Такой, знаешь, вышел из телепорта, такой подумал. Не-не-не, с перчатками попроще будет. Он, короче, решил собрать все вообще на этой карте. Знаешь, такой... Эх, не пропадать добру. Донесу все домой. Ладно. 55 и 4. Вполне нормально. Значит, следующее место у нас от Эффекта... А, нет. Нет, это... Юдмитрий. Юдмитрий. 52, и 2. 52, и 8. 52, и 8. Так, сейчас, подожди, найду, что-то я потерялся. Да, все, нашел. На счет 3. Раз, два, три. Раз, два, три, мне в глаза посмотри. Затем вниз. Так, хорошо. Хорошо, в принципе, прошел. Слушай, а я что-то это переживать начинать, что-то там. Нормально-то, я поиграл. Ту карту смотрю. Ему понравилось, допустим. Еще повыделывался с этим. Попа, выделывался с этим. С машинга... С машинга. Да-да-да. Я долечу тебя. Не переживайте за меня. Между прочим, мог Рокки-то использовать, было 55 кп. Зачем он просто так выстрел в воздух? Возможно, шел для себя хорошо. И, может, решил не рисковать таким образом. Опять... Тактика собирательства. Есть игра Копателю. В дефраге собиратель. Собиратель. Ну и хороший конец, на самом деле. Такой... Бодренький. Да, конец. Пока что... Пока что лучше, наверное, в ЦП. Значит, следующий у нас эффект. 46 и 8. Это уже четвертое место. Пацаны уже более серьезные. Пошли на счет 3. Разпускаем. Раз, два, три. О, Будь засвет. Засветочка, Буди. Да. Я популярный. Я прям кефект. Так, ну пока из них никто не сделал 2х. И с даблджамбом тоже никто не прошел. Рокет. Часть. Да, ну это мы увидим. Что-то эффект с ракетами здесь. Так, на чекпоинты не смотрите. Это чекпоинты появились 9 минут. И сейчас плюс 2 с половиной минуты. Это когда я показываю карту, я финишировал. Так как я на меня не играл, это были первые мои чекпоинты. Вот сейчас поставлены, поэтому... Так это выглядит страшно. 8 минут. Плюс он идет. Ну в принципе, хорошо прошел. Прошел хорошо. Единственное, в конце немножко можно было бы получше. И Рокет часть. Да. В принципе. Следующий Роди. Роди. Эванджер, он же под своим фейком Эванджер. ЕС Роди, да? Да. Очень старый игрок, насколько я знаю. На счет 3 запускаем. Раз, два, три. Поехали. 43.1. И это у нас третье место в ЦПМ физике. Эта уже демка будет, скорее всего, без косяков. Просто, скорее всего, без косяков, но с медленным роутом. С более медленным, чем у второго и первого места. Ох, какой выбор. Что, вот так надо было? А там можно, кстати, вот так делать. Ты видел, нет? Видел, видел? Да, да, да. Вызывай святого отца. Отец! Вымя, пса, сыр и свиного уха. Алюмина, небахульство. О, еще и бус-конец. Ну, нормально. Да, хорош. Достойная демка. Второе место. Вуди. 39,6. На секунду медленнее, чем первое. Ай-яй-яй. На счет 3 запускаем. Раз, два, три. Смотрим. Так, ну что тут у нас? Стрейф. Очень хороший бафуга. Ну, рокеты в стиле Вуди, естественно. Не стал ты, между прочим, да, срезать? Да, да, да. Но я вот таким роутом именно и проходил. Потому что очень нестабильно было. А время поджимало, как видите. Ну, понятно, да. Сервер тайм 226 минут уже. У меня люди не видят, поэтому спасибо, что озвучил. В любом случае. Спасибо, что озвучил. И концовочка довольно быстрая. Прям быстрая-быстрая. Сколько, думаешь, еще можешь снять? Я могу, наверное, около 37,9 сделать. 37,9, я понял тебя, ловлю на слове. Ну что, теперь первое место в ЦПМ физике. Undead, заметь, enter. Ну да. На счет 3 запускаем. Раз, два, три. Просто уделал Вуди. Воуса кастера. Люблю обоих. Посмотрим, как он проходил. Не помнишь, что его робот отличается от твоего? Да, он как раз проходил среза X. Вот он. Я тоже 2X сделал. Да, что я не заметил. Да, он сделал срезу с трейфер. Успел вот эту. Да, но у него как-то удавалось. У меня было не очень стабильно. У меня получалось стабильно уже под конец, когда уже дедлайн подходил. Так что я не успел просто. Ну с тобой все ясно. Так, ну и концовочка вполне себе мощненькая. Так, ну на этом разбор варкапа, я думаю, завершен. Да? Так, да, на этом варкап разбора завершен. Спасибо, что смотрели. Это специально для записи. Ребята, подписывайтесь. Да, спасибо вам. Хотя нет, не подписывайтесь. Просто так смотрите. Смотрите, комментируйте. Можете заходить на онлайн-трансляцию от лица Вуди, когда это происходит все в режиме онлайн и стрима. Ссылочка давать не буду, сами найдете. Сайт Good Game. Все, давайте. Спасибо за просмотр. До свидос. Удачи.